шалом написано в книге куэлит когда наполняются тучи они проливают дождь когда падает дерево на югли или на север там она остается лежать даже мудрецы сравнивают богатого человека с деревом всевышний сажает его в этом мире наделяет его неким успехом богатством но он не должен забывать о тех неимущих которые окружают этот мир пока дерево растет и дарит другим свои плоды и люди наслаждаются этим прекрасным вкусом его поливают это дерево его лелеют но когда она перестает давать плоды к сожалению она падает туда ли сюда ли она остается там лежать и богатый человек сравнивается с этим деревом пока он растет имеет плоды делится с другими людьми дает и поддерживает неимущих его сверху поливают наполняется тучи тучи это его заслуги эти тучи дают дождь это дождь это те финансы те материальные блага которые ему посылают но когда этот человек прекращает сверху его перестают поддерживать потому что весь смысл этого человека давать через него всевышний как бы пропускает свою энергию помогая другим почему наши мудрецы великие мудрецы и том числе раби акива вставали перед богатыми людьми потому что богатые люди это испытание на них бог возложил такое испытание что не каждый это может выдержать известно что испытание богатством одно сильнее чем испытание бедности нам и господа дай бог чтоб каждый из нас был вот таким деревом чтобы он имел возможность помочь ближнему чтобы он рос имел много плодов и всевышний сверху поливал нас своей священной водой той водой которая дает жизнь энергию я благодарю всех кто смотрит наш канал то нам помогает что всевышний дорвал вам успех шалом шалом а